Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне и Коке. Первое, что меня удивило в Коке, как всегда, вот это умозаключение, что, Самвел, тебя смотрят твои зрительницы дуры, тебя смотрят одни дуры. До них не дойдет та информация, которую ты пытаешься донести. Вы знаете, ребята, ну если бы это сказал действительно умный человек, я бы еще, может быть, там как-то призадумалась. Но когда об этом вещает Коке, мне хочется спросить, ты, блин, интеллектуал, гений мисли, то, что выражаешь ты, твоя семья, это просто не лезет ни в какие ворота. Так вот, если зрители дуры, то кто тогда в таком случае ваша вся семейка Адамсов? Ну это тогда просто какие-то ходячие олигофрены. Да, ребята, я могу согласиться с тем, что, понятно, есть там часть недалеких людей у него на канале. Ну как, в принципе, наверное, у очень многих блогеров. Но чтобы вот так вот всех причесывать под одну гребенку и рассказывать, что все сплошь и рядом дуры, у меня возникает вопрос. Перед тем, как каком-то вещать, вот действительно нужно посмотреть на себя. Глядя на него, понимаешь, что не нужно быть семипядей во лбу, да, или как говорят о том, что дуракам всегда везет. И вот когда он вещает, да, о том, что все дуры, хочется сказать, Коки, ты, да, обрати внимание на себя, где бы ты был без Ютуба, где бы была твоя мама, папе без Ютуба, что бы вы все делали? Как бы вы в реальной жизни смогли реализоваться и чего-то достичь, если бы в свое время тебе не фартануло, так сказать, хорошо, либо раздвинуть, либо подлизнуть Самвеллу. Вот так вот дальше и сидели бы в Италии. И вот так вы дальше бы и волочили свою жизнь. Поэтому, да, когда ты кого-то там типа как-то пытаешься унизить, оскорбить, ну, нужно все-таки смотреть и в свой собственный огород. Но Самвелл решил в этом поддержать Коки. Что дурой, хочется точно так же отметить. Перед тем, как говорить за незнакомых совершенно людей, нужно посмотреть в свое окружение. Кто окружает тебя? Я бы понимала, если бы действительно его окружали какие-то интеллигентные, умные, воспитанные, образованные люди. Тогда было бы понятно. Но когда, простите, его окружают Артем со Светой, сытники, Коки, капсульные, ребят, вы знаете, даже Юля, я не увидела ни у кого там какого-то серьезного интеллекта, да, каких-то серьезных мыслей, какого-то глубокого такого вот, знаете, внутреннего мира, чего-то интересного в этих людях, абсолютно обычная серая масса. И вот только на Ютубе они вещают. Кстати, как и сам Самвелла Демян, он превратил себя в фрика всего Ютуба. И, конечно же, подобное притягивает подобное. Поэтому, когда они вещают, да, вешают ярлыки, что типа остальные дураки, ну вот, ребята, очень весело от этого становится. Далее, конечно, да, вот эти вот драки очередные, да, возмущения на заправке. Самвелл рассказал, что задрался стоять в очереди и может показать Коки мастер-класс о том, как щемиться, да, в очередь заправиться без очереди. Здесь, ребята, да, хочется отметить, все помнят, как он визжал, как оно визжало, вопело, брызжило слюной, оскорблениями, матом на заправке, когда барышня вклинилась, да, без очереди. И вот действительно наглость, второе счастье. Вот это, понимаете, типа я покажу, какой я дерзкий, резкий, смелый и как я все это смогу сделать. Но понятно, что никто этого не сделает. Почему? Потому что кишка тонка. Потому что понимаешь, что на заправке будут мужики и если на женщину они смотрят еще хоть как-то снисходительно, да, хотя я считаю это колоссальным хамством так поступать, то мужику может за это конкретно прилететь. Поэтому, конечно же, вот он дерзит, хамит на камеру, но никто этого никогда не сделает. Дальше, ребята, начался батл, вот такая прям битва титанов за держатель в телефоне. А как же? Самвел жалуется на то, что плохой ракурс дает Кокин держатель. Коки при этом бежит и кричит, что не трогай мой держатель, ты его и так фактически сломал, подбирая себе съемку, вернее ракурс съемки. И при этом начинает, что тебе необходимо нанять оператора и пусть он тебя снимает с тех типа ракурсов, с которых ты хочешь. На что Самвел ответил Коки, что а ты и есть мой оператор или нахрена ты мне еще нужен. Вот здесь я полностью согласна. Коки это личный водитель, это личный какой-то секретарь, подай принеси. Оператор, все в одном флаконе. Ну и, конечно, неотъемлемый спутник жизни Самвела Адамяна. Ну и, конечно, на одной заправке вообще была очень, ребята, большая очередь. Но они решили не заправлять топливо по 40. Коки знает, где заправиться по 60, но не с такой большой очередью. И там точно так же начались выяснения отношений, выяснения того, по какой же цене объективно нужно заправлять машину. Самвел кричит, что нужно заправляться по 40, но там нужно 2-3 часа стоять. А Коки рассказывает, что нужно заправляться по 60 гривен. 60 гривен, ребята, это 2 доллара за литр топлива. Я хочу отдельно отметить, что когда ты платишь не свои, ты однозначно будешь заправляться там, где ты тратишь меньше времени. Но когда ты заправляешься за свои, и, кстати, сейчас все понимают, насколько тяжело зарабатываются деньги, как выросли цены на многие позиции продуктов, то есть продукты реально подорожали, пусть не все, но на многие цены скаканули, так хорошо скаканули. И когда точно так же ты заправляешь топливо по 60, а не по 30, как оно было, то, естественно, ты будешь стоять в очереди, чтобы максимально дешево залиться. Но когда ты на эти деньги не горбатился, когда ты просто подержал в руках телефон, сделал бла-бла-бла, тем более не ты платишь, а платит кошелек, который рядом, естественно, поедешь туда, где меньше потратишь на это времени. И пофиг, сколько топлива будет стоить. Хоть бы и по сотке оно было, Коки бы заправлялся именно там. И объясняет это тем, что первое, конечно, экономия времени, а второе, что это все-таки необходимо Самвелу. Но Самвел тут же, типа, для понтов включил калькулятор и начал нам рассказывать о том, что заправить бак топлива 3 600 гривен. Ребята, ну это где-то, если так разобраться, около 125 долларов за покатушки. То есть, вы знаете, для меня это как-то так уникально. То есть, каждый день заправлять по 40 литров топлива, а он так и заправляет 30-40 литров, потому что выкатывают полбака. Даже 30 литров топлива, да, по 60 гривен, 1800. 1800 это где-то, ну, 60 долларов. То есть, в месяц это 1800 баксов только для того, чтобы Самвел мог кататься за преподавателем и обратно. Красиво жить не запретишь. И при этом он еще обращается к людям и говорит, помогите, пожалуйста, моему коллеге по цеху. Человеку необходима операция на сердце. Ему необходимо поменять клапан. Операция стоит 70-80 тысяч гривен. 70-80 тысяч, ну это где-то 2,5 тысячи долларов. Чуть меньше, там, 2 300, 2,5 тысячи долларов. Так вот, когда человек выкатывает полторы тысячи долларов в бак и при этом обращается к зрителям, помогите, для меня это как-то странно выглядит. Помочь, конечно, нужно, да, у кого есть такая возможность. Кто с Украины, я считаю, ну, помочь человеку, да, там, выздороветь, продлить себе жизнь необходимо. Но, ребята, согласитесь, когда вещает человек еще и, который утверждает, что он отдал 30 тысяч долларов на засыл, возникает вопрос, что для тебя такое 2,5 тысячи долларов и зачем ты обращаешься к собственной аудитории? Еще его и клинит, что ему смеют, да, указывать на то, что он это может сделать самостоятельно. Но как сделать самостоятельно? Ребята, вы должны понимать, на этом контент не снимешь, бабла на этом не заработаешь. Поэтому и приходится обращаться к зрителям. Вот вам и настоящее лицо этого благодетеля. То есть он готов помогать тем, что он знает, что за ролик он окупит максимум за 2. Но когда становится вопрос какой-то реальной суммы, тем более коллеги, да, человеку, с которого ты знаешь, человеку, с которым ты работал, это не посторонний для тебя человек, можно было бы и самостоятельно это сделать, имея, кстати, такую возможность и имея такие доходы. То есть вливать тысячу-полторы долларов в бак он может, а помочь человеку, конечно же, нет. Хотя можно было отказаться от покатушек, отказаться на месяц, на полтора от вокала и просто помочь своему знакомому, приятелю, да, скажем так, сотруднику по цеху и тому подобное. Ну и опять-таки, когда к Самвелу полетели комментарии в Инстаграме по поводу того, что сделает это сам, он упрекнул всех, кто вот это написал, что вы бессовестные люди. Вот действительно, какие наглые отмороженные посмели предположить, что Самвел Адамян это должен сделать сам. Хотя, ребята, если посчитать, я, кстати, не люблю считать чужие деньги, но коль человек это демонстрирует, человек это показывает, да, свои доходы, свой уровень жизни, оставляет маме по 20 тысяч, вот, пожалуйста, готовая человеку операция. И даже если бы ты дал пусть не всю сумму, но там половину или большую какую-то часть, уже бы всей толпой дособирали остальное. Но нет, конечно, на камеру он посочувствует, пожалеет, какую-то, конечно, копейку сунет, чтобы его в этом не упрекнули, но и на этом до свидания, пусть и по остальные собирают. Ну и в этот момент, конечно, они продвигались в очередь за бензином. Дальше, ребята, Самвел вообще такую глупую мисль, идею подал Коке, спросить у военного, у военного, вдумайтесь, есть ли все-таки бензин. На что Коке резко, как всегда, приспичило в туалет. Это просто, вот представьте, Коке сказать подойти к военному. Резко захотел пописять, как он сказал, и сказал, что к военному, конечно, он не пойдет. То есть я представляю его страх и ужас перед военным человеком спросить за бензин. И тут же началось резко, останови машину, я пойду пописяю. Но, вот вдумайтесь, мужик говорит, пойду пописяю, но при этом уточнил, что он никогда не срет на заправках. Срет он только дома. Я думала, он также к себе ласкательно применит, покакаю. Но нет, здесь он так вот конкретно срет дома. Если он срет дома, то как же он постоянно высирался у Самвела? Походу, там для Коке второй дом. Ну и дальше Самвел все-таки на словах проявил свою дерзость и резкость. Я думала, кишка тонка, но на словах он это сделал. Объехал 5-6 машин. И тут же заблокировал двери в машине. Почему? Потому что чувствует, что пахнет жареным. На заправке одни мужики. А представьте, ребята, прилететь-то может конкретно, вот выходят 5-6 мужиков, и трындец, кричи пропало. И поэтому, конечно, двери были резко заблокированы, и даже Коке не мог попасть просто так в машину. Ну и немного, ребята, обсеора от Самвела Адемяна. Он прошелся конкретно по полным, упитанным, тучным людям, мужчинам и женщинам. И когда он начал засирать мужика, рассказывать, что жирный, как свинья, все-таки мужик не должен быть таким, должен быть какой-то предел. Интересно, почему он молчит за сытника в своем окружении. Вот почему такая тишина. За Коке, за маму. Там он лишнего веса не замечает. Хотя, в принципе, он замесил и Коке. Рассказал, что у того телеса с джинс вываливаются. Не только телеса, но и штанишки провисли. Это каждый раз все виднее и виднее. И фейс у мальчика все шире и шире становится. И, кстати, ребята, высмеял Коке по поводу того, что он вообще считает убогим, когда на мужика полностью, так сказать, не натягиваются джинсы и свисают вот эти вот бока. Походу умыл в очередной раз и Коленьку. Но Коленьке приходится все-таки молчать, потому что понимает, что виноват. Разожрался, значит, слушай критику от Сэмвэла. Ну и отдельно, конечно, хочется сказать, Наде привет. Почему? Потому что, да, все-таки согласитесь, ребята, воспитанный, тактичный, культурный человек никогда не будет затрагивать вот такие вот моменты. Особенно, когда в твоем окружении есть такие же самые люди. Ну, во-первых, даже если бы и не было таких людей, но это неправильно, да, как-то обсуждать вес там людей. Почему? Потому что все-таки это не тактично, это не культурно со стороны мужчины выглядит. И когда он, да, начинает, что тот жирный, тот жирный, хочется сказать, Сэмвэл, тебя тоже не худые стройные мужики окружают. И это камень в огород, и их точно так же. Ну и, конечно, поведал нам, что у мужиков полнота – это ужасно, а у женщин это вообще отвратительно. Эх, Надька, Марынка, капсула, Света одна, Света вторая, отдельный вам привет от Сэмвэла Адемиана. Вы отвратительно и ужасно выглядите в этот момент. Мало того, он полных толстых женщин, да, назвал как? Он назвал их даже не коровами, потому что от коров есть польза, они дают молоко. Он назвал их бегемотиками, бегемотиками. Ребята, это вообще, это просто ужасно, омерзительно, отвратительно. Действительно, посмотри, сколько в твоем окружении женщин с лишним весом. И зачем вообще вот так унижать женщин? Почему? Потому что все-таки ненавидит он женский пол. И вы знаете, ребята, после вот такого вот публичного высера хрен бы я с ним заговорила, хрен бы я с ним поздоровалась, будучи даже его знакомой или человеком с его окружением. Интересно, как отреагируют вот эти все Надьки, Марынки, Светки, Мами и Капсула, потому что у каждой из них есть по большому счету лишний вес, да, в том или ином количестве. Но Надьку, ребята, конкретно умыл. Если мама в свое время назвала Надьку свиноматкой, то он ее уже назвал конкретно бегемотихой. Ну и еще отметил, что очень многие одеваются бездарно, бездарно, вообще безвкусно и только подчеркивают свои недостатки. Да, да, да. Вот я так и поняла, что все в самоокружении, у кого лишний вес, вот они прям на стиле, на стиле. Они все настолько одеваются, что их недостатков никаких абсолютно не видно. Я вот сравнила, да, поспоминала одежду многих из них. Ребята, мне, честно говоря, абсолютно неинтересно, как они одеваются, но никого не увидела действительно стильного, хорошо одетого, как-то так, чтобы, например, у меня загорелся глаз, и мне захотелось там такой спортивный костюм, я не знаю, такую кофту, юбку, платье, не важно. Поэтому, опять-таки, когда ты говоришь за кого-то, глянь на себя, посмотри, как одеваешься ты. Это же просто, я не знаю, тихий ужас. Это настолько безвкусно, это настолько как-то ужасно. За коки, ребята, я просто промолчу. Поэтому, когда проходиться катком по кому-то, в первую очередь, нужно посмотреть в свой собственный огород. Ну и дальше, ребята, тема на заправке по поводу того, сколько отпускают топлива в одни руки. Оказалось, что на заправке дают 20 литров, но им каким-то чудом заправили 38. Непонятно, как они договорились. Потому что Самвелу все-таки необходимо, заправили полный бак, потому что ему все-таки необходимо заниматься, продолжать занятия свои дальше. Ну и, конечно, отдельно стоит отметить еще вот это уточнение по поводу того, что, когда ему сказали, что нужно оказать самостоятельно помощь своему знакомому, где он сказал, что вы бесстыжи, ебашки, так как я, и будете тоже богатые. Вернее, типа, пошите и будете богатые. У меня возникает вопрос, а как пашет Самвел? Вот что он такого делает, чтобы другим тыкать, типа, пошите, как я. Да, ребята, по большому счету, ты кидаешь себя на амбразуру, ты кидаешь себя на молотки. Под молотки. Ты вывернул все, что только можно вывернуть, выжить со своей семьи. Всю ту грязь, все те скелеты, которые бы нормальный, психологически, психически здоровый человек пытался бы спрятать и не афишировать, чтобы не показывать тот ужас и ад, в котором он вырос, в котором он живет. Этот же, наоборот, это все вываливает. И действительно, человек потерял все, любые какие-то человеческие качества только для того, чтобы заработать это бабло. Так вот, хочется отдельно отметить, что ну его нахрен такие заработки. Когда ты вынужден продавать мать, когда ты вынужден засирать мать, свое все окружение, всех своих знакомых, постоянно их стебать, показывать свои трусы, свою задницу, свои ноги, орать с балкона, да, исполнять вот так, только для того, чтобы заработать эти деньги. И когда ты кричишь кому-то пошите типа так же, как и я, я бы посмотрела, чего ты в жизни достиг без ютуба. А если ты действительно считаешь, что ты на что-то способен, брось ютуб, да, на год, на два и докажи всем, что ты смог достичь и как ты смог продержаться без этого всего. А так понятно, все квартиры купились за деньги с ютуба и при любых раскладах с голой задницей он не останется. Но когда ты укоряешь кого-то в том, что типа у вас нет столько денег, потому что вы плохо работаете, ну, ребята, вы знаете, ну его нафиг такие деньги, ну его нафиг, да, так заработаны эти деньги и какие-то вот такие достижения именно вот таким вот путем. Поэтому смотрю на вот этих двух фриков и понимаю, да, что люди с каждым разом все больше и больше пробивают дно. У них уже не осталось абсолютно ничего нормального и адекватного. И с каждым днем все больше и больше это видно и замечается. Ну вот такой вот сегодня получился обзор. Продолжение, конечно, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok